Друзья, это очередной сертификат на очередной акции «Значок», которая снова вернулась в Волгоград. Она чуть-чуть поколесила по России и даже по некоторым странам ближнего и дальнего зарубежья. Есть люди, которые получили «Значок» в Чехии, в Испании, в Голландии. Много человек получили «Значок» в Бресте на соревнованиях. Также акция проводилась в Москве, скоро будет проводиться в Санкт-Петербурге, но сегодня она в Волгограде. И «Значок» под номером 116 может получить Алексей Калиничев. Он на ваших экранах. По традиции небольшое интервью и совсем немножко вопросов. Я тебя сам кубик не учил собирать, но мне уже рассказали эту историю, как ты попал в Чайку, в четвертую смену, куда не попал я. Расскажи что-нибудь в четвертой смене, что запомнилось, не обязательно связанное с кубиком. Только в камеру, хорошо? Больше запомнилось, если идет с диджеем. Ясно. Запомнилось больше всего. И как мы тащили всем отрядом мальчиков к Тамарану. Больше ничего такого нет. Ясно. А с кубиком что запомнилось? С кубиком? Да. Как ты вообще к этому пришел? На кого ты посмотрел и тебе захотелось научиться так же? Я посмотрел на Максима. Который снимает это видео? Поставил на Максима, как он собирает кубик и понял, что я никогда не умел собирать кубик и попросил, чтобы он меня научил. Вот он меня научил собирать. Макс, ты его научил? Да. Отлично. Ну что, остается проверить, как научим. Я Максу доверяю, если честно. Сочувствую. Я уже написал, что ты получил значок. Я уверен, что ты его получишь. Но для этого ты должен собрать кубик менее чем за 10 минут. Я дал. Кто-то кому-то угрожает на заднем плане. Ага. А знаешь, почему? Вот что бывает, когда люди вместе отдыхали в одной лагерной смене. И когда они шутят, только они понимают, о чем они шутят. Больше никто этого не понимает и их шутки не оценивает. Но это, наверное, через это проходил каждый человек. Через лагерную жизнь, через лагерные смены, через тот юмор специфический, который там периодически появляется. Но не каждый в лагере научится собирать кубик-руды. Там я-то научился. Все, да? Да, можешь осматривать и приступать в сбор. И все, да. Ну что, я тебя поздравляю, скажи, какой у тебя результат? Минута 06,97, да, все-таки, рекорд 56 минут по секунду. 6,97, тебе 10 секунд не хватило до рекорда, да? Да. Ну, я думаю, что ты его еще не раз подьешь. Жаль, конечно, не сейчас, но это не самое главное. Самое главное, что ты справился с поставленной задачей. Здесь жду твою роспись. Здесь вот. Но эта красота остается тебе напомнить. Значок номер 116 и сертификат, подтверждающий, что ты научился собирать какую-то методику и можешь считаться моим учеником. Поздравляю тебя! Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Максима Чечнева. И это рубрика... Значок. 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 Значился Максим? Отлично! Мне нравится это начало. Ну что, друзья, как вы уже поняли, это Алексей Крикунов, который участвовал в других моих рубриках, таких как рубрика Scramble, после чего, по собственному признанию Лёхи, к нему начали в друзья добавляться просто тысячи незнакомых людей. Стал звездой. Я даже не знал, что мой канал делает людей звездами. Второй шанс еще раз стать звездой. На этот раз рубрика Scramble. Лёха научился собирать кубик Рубика давно, но как-то вот... Scramble, да, Scramble. На этот раз рубрика Значок. Лёха научился собирать кубик давно, но мы с ним давно не виделись. Поэтому возможности сдать экзамен у него не было. А сегодня появилось. Расскажу тебе правило. Тебе нужно собрать кубик Рубика менее чем за 10 минут. Справишься? Да. Я готов. Какой твой рекорд? 10 секунд. Вот. Я думаю, за 10 минут справиться. Тогда ты получишь вот такой значок под номером 170. 116 человек уже получили значки. Один из них получил сегодня. Вот он. Тоже Лёха. Ну что. И надеюсь, что еще много тысяч людей получат такие значки. Главное его не терять. Потому что он дается один раз и на всю жизнь. И вместе с ним идет вот такой сертификат. Хорошо. Как знак, подтверждающий, что ты владелец значка. Чтобы тебя подразнить, положу значок сюда и перемешаю тебя кубик. Будет такой мягенький. Ощущение, что смазан густой смазкой. Да? Да. Макс, это твой кубик? Нет? А чей за кубик? Без понятия. Мы его здесь нашли. Мы его здесь нашли. Ладно, да. Макс, ты за сколько собрал? За 15. Сложно. Можно начинать? Да. Своих седьмая храма сама мешает. Ох, привет! Вот. Александр Мартынов, право. Владелец первого значка пришел. Тот самый. Человек, который получил значок шатунером один. Друзья, это был Алексей Крикунов, человек, который не только быстро собирает кубик, но еще и хорошо показывает фокусы, который меня фокусом научил нескольким, кстати, за что тебе отдельное спасибо. Ну, о фокусах, наверное, в отдельном видео еще как-нибудь расскажем, не последний раз увидимся. Друзья, всем спасибо, до новых встреч на моем канале. Дорогие друзья, всем привет! На ваших экранах значки 118, 119, 120, 121, 122, 123, и мне кажется, что этого даже не хватит, потому что сегодня, 2 сентября 2016 года, встреча спидкуберов в Санкт-Петербурге, и здесь мы проводим акцию значок. Санкт-Петербург у нас город крупный, один из крупнейших городов нашей страны, и, конечно же, спидкуберов здесь тоже немало. И немало, к счастью, спидкуберов, которые научились собирать кубик-рубика по моей методике. И одного из них зовут Сережа, а фамилия? Сережа Голубцов. Ну что, именно он первым сегодня издаст экзамен и получит значок под номером 118. Нравится такое число? Да, вообще. Все равно, да? Ну что, для того, чтобы начать первый экзамен сегодняшний, нам нужно ведомости, сертификаты и ручки. Вот когда у вас сейчас все это появится, пробуем в этот момент и начнем. А кто мне в Трабли? Я. Это традиция. Где твой кудик? Вот. Да. Расскажи нам немножко о себе на камеру чуть-чуть. О, господи. Не бойся ничего. Ты из Санкт-Петербурга? Я попал, да, я из Санкт-Петербурга, я попал, получается... Лиши. Я из Санкт-Петербурга, он попал с пирамидки, научился собирать, короче, мне этого было, в принципе, достаточно. Я потом научился собирать трешку, у меня друг умел собирать трешку, тоже захотелось, научился там, купил себе кубик. Два года вообще, ну, просто иногда собирал, потом он на умея сломался и за лето я там мегу научился собирать. Ну, много достаточно, но он научился собирать. Красавчик. Это твое первое соревнование было? Да. Отлично. На какой результат рассчитываешь в трешке? Ну, господи, ну, хотелось бы, там, в среднее время, секунд 35. Ништяк. Мне понравилась твоя реакция, когда мы с тобой познакомились. Ой, да, да, вообще. Несколько минут назад. Но... Мне это было классно вообще. Серьезно. Это очень круто. Я ценю такую реакцию, ценю таких людей, которые к чему-то стремятся, в первую очередь. Это самое главное. Желаю тебе удачи, хочу, чтобы твой результат сейчас был. Вот, чтобы это был личный рекорд, вот чему я. Ой, несложно. Постарайся. Но если не получится, ничего страшного. Главное, чтобы без ДНФ, и не больше 10 минут. С этим ты точно справишься. Да, я справлюсь. Обещаю. Задам глупый вопрос, умеешь ли ты пользоваться таймином? Да ладно, я шучу, да, я шучу. Я даже не знаю, что ответит на такую шутку. Ну, если готов, смотри на кубик и начинай сборку. Молодец. 36-27. Можно поаплодировать? Классно. Поздравляю. 36-27. У меня руки вообще не стесняли. 26 секунд. Я тебе поздравляю. Жму луку, можешь скидывать. Результат. Сертификат достаю. Там тебе значок под номером 118. Теперь также мой. Ну, и на память нам осталось с тобой только сфотографироваться. Да? Да. Селфи, селфи, селфи. Селфи с радостью. Я так понял, что он уже снимает хитрый лично. Да, руки покажи, на поле покажи. Да, все отлично. Ну что, у нас сейчас на акции значок в Санкт-Петербурге уйдет 119-й значок. 119-й значок. И достанется он Роман Лебедев. У меня для тебя тоже есть много всяких сюрпризов. Сертификат, например. Это супер шикарство. Серьезно? Роман Лебедев. Результат экзамена, я даже могу предположить, будет меньше 30. Нет. Не будет меньше 30? Ну, может быть. Хорошо. Расскажи, а ты чему научился по моим видео? Только 3 на 3 пока что. Какие ты еще головоломки умеешь собирать? 2 на 2. 2 на 2. Понятно. На соревнованиях будешь собирать завтра 3 на 3, 2 на 2? Нет, только 3 на 3. А что 2 на 2? На 15, мы имеем на сборку. Ну, нету на руках 2 на 2. А, ну и опыта сборок, соответственно. Ну, это всегда можно исправить. Я думаю, что ты правильно сделал, потому что когда состоятся твои вторые соревнования, у тебя уже на одну дисциплину как минимум будет больше. Да? Так что это правильный выбор. Я тебя в этом абсолютно поддерживаю. Это твой Рубикс? Господи, он Рубиксом собирает. Ну, я его крутила. Кручила. Хороший? Нормальный Рубикс. Да, я смазал. Он меня смазал. Да, да, да. Попросил. Он был очень другой. Ну, я представляю. Ну, что, расскажи мне, ты готов? Да. Ничего не боишься? Руки трястись не будут? Да, ладно. Я тут не буду. Слушай, а Рубикс у тебя действительно неплохой. Классный Рубикс. Ой. Расскажи, чем еще занимаешься, кроме кубика? Школа рока. Ух ты, красавчик. Да. Ну, знаешь, если б меня... Вот если б я увидел тебя в толпе, и меня бы спросили, какую музыку он слушает, я бы точно сказал рок. Ну, что, ты сам играешь рок? Это заслуживает как минимум уважения. Это точно. Вот. Еще такой вопрос. А спидкубингом ты недавно, да, занялся? Воплоть два динозавра. Вот. Ну, относительно недавно. Воплоть три, да. Относительно меня недавно. Я вообще динозавр спидкубинг, а не только. Я просто динозавр. Большой и страшный динозавр. Нет, порос. Ну, правда, травоядный. Но все равно большой и страшный. Ты готов? Травоядный, поэтому зеленый. Вот такой зеленый. Вот такой зеленый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец! Две минуты 07.88. Очень много. Ты можешь не обращать внимания на этот результат в плане именно самих цифр. Твоя задача обратить внимание на свой результат и запомнить его не в цифрах, а в эмоциях, которые ты сейчас испытываешь от этого результата. Во-первых, это однозначно успех, потому что у тебя не было значка, а благодаря этому результату он у тебя появился. Понимаешь, да? Во-первых, это успех. Во-вторых, это повод задуматься над тем, что можно что-то в сборке исправить. Добавить какие-то новые алгоритмы и так далее, да? Сам понимаешь. Ну, и в-третьих, если бы ты сейчас собрал без ошибки, ты бы не получил бы столько эмоций, не испытал, сколько испытал благодаря этой ошибке. И нервы заиграли, и все. Поэтому вот все то, что происходит, оно все всегда делается к лучшему. Сам понимаешь, да? И пусть ты потом, через несколько лет, будешь смотреть на этот результат не только с гордостью, но еще и с тем чувством, что вот этот результат заставил тебя двигаться дальше. Договорились? Отлично. Две, ноли, семь, восемьдесят восемь. На самом деле у меня рекорд 16 секунд. Скид попался бешеный, да. Серьезно. Ну вот. Тем более на видео мы все знаем, что твой рекорд 16 секунд. И все тебе верим. Поверь, не найдется ни одного человека, который в комментариях напишет, что ты врешь. Вот правда. Вот я прям больше, чем уверен. Ну что? Ну что? Я тебе сказал. Ссортификат. Тебе, кто-нибудь напишет специально. Ну, тот, кто это напишет, он просто лишний раз докажет. Лишний раз покажет себя с нехорошей стороны. А ты показал себя с хорошей. Значок свой. Я тебя поздравляю. Можно тоже поаплодировать, ребят. Спасибо. Дорогие друзья, всем привет. Санкт-Петербург. 2 сентября 2016 года. Акция «Значок». И сейчас значок номер 120 может получить и, я уверен, получит Александр Шипулин. Человек, который представил свою фамилию очень интересным образом. Он сказал, так же, как у биатлониста, такая же точно фамилия. Занимаешься биатлоном? Нет. Откуда знаешь Шипулина? Ну, он многократный львист, чемпион. Ну, слушай, как, ребят. Я понял. Слушай, мне очень знакомо твое лицо. Мне кажется, что мы с тобой раньше видели. Не думаю. Понятно. Ну, значит, мы познакомимся с тобой прямо на вине, так сказать. Мы уже поздоровались, руки друг к другу пожали. А еще друг от друга ничего не знаем. Да? Ну, ты обо мне можешь учить больше, чем я. Смотрел видео мое? Да, конечно. Учился собирать тоже понятно. Не учился, учил. 22 человека научил уже. Ай! Отдельное рукопожатие за это. 22 человека научили. Ну, я чуть больше, если честно. Нет. Ну, теперь она моя. Немножко. Ну, для тебя это тоже. Потому что я начал собирать кубик в 19 лет, а теперь, я так понимаю, сейчас 15. Он моя. Угадал. Не, я не угадал. Ты только что сказал, что мой дать рождения. Честно. Ну, хотя я бы угадал. Все равно. Расскажи, какие еще у тебя интересы, кроме кубика? Я занимаюсь уже 10 лет каратэ и 4 года рухмахом боем. Ну, Савченко, каким видом каратэ занимаешься? Кэмпо каратэ. Ух ты. Ничего себе. Здесь он в Петербурге занимался? Да, вот недавно получил зеленый пояс. Красавчик. Умница. На самом деле заслуживает уважения уже тот факт, что человек занимается одним и тем же делом в течение 10 лет. Мало у кого хватает на это терпения, нервов. Кому-то надоедает. Кому-то... Педагог плохой попадается. А? Педагог плохой попадается. Да, кому-то в педагог плохой попадается. У тебя все так сложилось и уже, наверное, стало делом жизни. Да? Ну да. Отлично. Это здорово. Ну что, а сегодня у нас совершенно другой вид деятельности, да? Верю. Который ждет тебя и завтра, и послезавтра еще на соревнованиях. Отлично. Ну а сегодня такая небольшая разминка. Хочется, чтобы ты не нервничал. Хочется, чтобы у тебя все получилось без проблем. И, возможно, с твоим личным рекордом. Кстати, какой твой личный рекорд? Ну вот, позавчера 19,6. Отлично. Отлично. Первый раз вышел с 20 секунд? Первый раз, да, вышел с 20 секунд. Так что... А какая реакция была, когда вышел с 20 секунд первый раз в жизни? О! Я помню, что я со стула упал. Когда первый раз вышел с 20 секунд. Поэтому я не то, чтобы сильно радовался, я такой, о! И упал. Ну, я собрал по ходе. Был в по ходе за полярным кругом. Так что орал на весь лес. Нифига себе. Слушай, а как далеко? Что за поход? Я занимаюсь сплавом также на катамаранах. Вот входили сплав третьей категории сложности. Речка Умба и Пуссо-йоки. Это мы входили... Да, нет, Умба-мескоба. За полярным кругом. Ходили в Белое море. Блин. Вот кого только не встретишь. Каких только интересных личностей не встретишь? В мероприятиях. И ты во время похода еще и репорт поставил. Да, это... Это был день, когда мы были на берегу Белого моря. А это было позавчера? Нет, позавчера я такой же царил. А я первый раз, когда вышел за 20 секунд. Понятно. Когда человек попадается в очень интересный, ему вопросы начинают задавать все, в том числе и оператор. Именно так сейчас и произошло. Просто Леха тоже занимается чем-то подобным, участвует в походах. Видео это снимает Алексей Алексеев, которого вы все прекрасно знаете по рубрике Scramble, по акции значок и по соревнованиям, которые проходили в Санкт-Петербурге 7-8 мая 2016 года. Ну а сегодня герой у нас, Александр Шипулин, главный герой этого видео. И ему сейчас предстоит собрать кубик менее чем за 10 минут и получить от меня значок и сертификат. Санкт-Петербург Ну что, ребята, можно тоже под аплодисменты. Санкт-Петербург Это все остается тебе на память. Твоя подпись. Наш искренне рад знакомству с тобой, что ты умеешь все то, что ты перечислил, и что ты не стесняешься об этом говорить. Это очень важное качество. И что, когда ты говоришь, тебя слышно. Это тоже очень важно. Ну, просто на будущее. Спасибо тебе огромное.